АПЛОДИСМЕНТЫ Первая вещь, которую я вам условно назвал, это «самутыльник в чате». Мы предлагаем построить уже как блог в чате. И когда идёт какой-то автопост, определенный скрипторный разговор, это скучно, а мы будем использовать все свои деления. Я думаю, надо сказать. О которой вчера в Высший классе нам очень подробно рассказывали о приводхожности. Просто самооблюдающаяся система, которая будет под конкретного человека ещё и адаптироваться. То есть кроме того, что она просто будет адаптироваться к огромным запасам всего, она в процессе общения сможет адаптироваться под общение с конкретным человеком и говорить ему те слова, которые ему будут удобны. Естественно, он, вы знаете, интеллект, для него это будет нить аватар. Для женщины это будет мужчина, для мужчины это может быть женщина. Но он может быть наоборот, как угодно. Есть национальный инвентальный 10 рублей в месяц. И как бы основная идея в том, чтобы в общении с этим блогом включить какие-то фразы, которые он будет говорить, и которые он будет вызывать у человека в виде желания им проделиться. Основная идея в том, чтобы он в социал-медиа люди делали репосты в общении с этим блогом. Или какие-то свои впечатления делать. Зачем? Уйти от угла и адреса. Вот достали свои контекстные рекламы, честно. Второй момент. Мы назвали это «болить уши в живую». Это, соответственно, второй вид друга, которому можно встретиться уже, позвонить и сказать, что через полчаса у меня, а я хочу тебя на сроку поплакать с оружием. Соответственно, второй друг. Он записывает его. И третий друг, это… А, он же, кстати, еще имеет дополнительные опции. Долю просто. Он такой приятный. Понял, говорит, тебя на плагиате. Ко мне? Долю? Так он же автор. Ну, естественно. Ну, естественно, за допусток оплаты можно какой-то пакет еще включить, который будет определенное количество этих жизненных ситуаций включать. Например, если это «Мама-одиночки», да, такую достаточно много аудитории сейчас, то забрать детей и сами. Да, в рекламной ситуации. Или еще что-то. Я понимаю, что мы про Украину сейчас говорим не популярно, но, тем не менее, я точно знаю, что и в Украине, сейчас в Киеве есть там целая организация, которая встречает девушек возле метро и провожает урок. По-моему, в Питере тоже такие ребята просто провалили. Вот. Я про Украину уже минимум года не слышал. То есть, есть, да, люди, которым можно доверить детей. Есть. Бывает. И третье – это совместный отдых. Совместный отдых в плане, чтобы покататься там куда-то, на лошадях и так далее, не париться в том, что ты будешь кому-то должен, подходит ли время и так далее. Вот такая вот слоган. А слоган? Уникальное такое предложение, как вы сказали. Ещё раз, пожалуйста. Ещё раз. Не имей 100 рублей, а есть экзюзи. Ну что, надо аплодироваться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ &. Аплодирус... Зэфф. Продолжение следует...